Где Ваня? Я хочу сказать много о воображении сегодня. У этих ребят у них никакого воображения вообще нет. На уровне арбюрьян. И вот смотришь, когда что-то мы разговариваем, Илюша сидит, у него глаза блуждает, отворачивается, он вообще ничего не понимает о чем решить. Неужели родителей не видит? В этом возрасте он должен так много знать. Ни литературы, ни чего можешь не говорить. Заговорю с ним совершенно отстраненный. У кого вы произвели на свет-то? Мать семерых детей и все семеро в тюрьме сидят. Даже я говорю, у него глаза такие остекленелые, он не понимает даже. Его упустили самое главное. До четырех лет воспитания, ничего нету. Проиграли. Проблудили, говорит, перетёжки, а теперь ничего нету. Он вообще не понимает, о чем речь идет. А какая бы тема ни была, он касается, куда-то идет, там к кошку, к собаке, стоит около собаки полчаса. И он собаку ничему не научит, он только ее разлагает. Собака хоть ползать может. Если воображения у тебя нету, воображение неразвито, ты вообще никакой, ты видишь только стена. Ну что стена? Стена. Ну нам нужно пойти туда. А ты повернулся сюда, стена. Ты должен знать, где выход. Дверь заперта. Внизу. Ты помнишь кавказский пленник Рева Толстого? Как он искал? Завел там с Диной знакомство, девочка помогала, наконец вылез, бежал, колодку разбивал. И он все-таки вырвался. Это герой веры. Герой веры такой, земной, что жизнь надо. Он ничего не понимает. Он обречен. А вы взялись бы воспитывать? Нет, не взялся. У меня сил нет таких. Нету, я не могу. Или компьютерный игр он играл. Где-то. Или в наркозависимости. Так, кто же это идет там? Гляньте в стекло. Это это, тетлюбина внучка. Она что-нибудь несет. Посмотрите, воображение. Я проснулся еще на магнитах. Один, сейчас 20 минут. Темно. Луны нету. Так, машину ее сейчас загнали. Под машинами это лежат длинные опилки. Они как порох. Одна из края, они вспыхнут. И машина сгорит. Никто увезти ее не может. Пока до Романа добегут. В это время огонь перекинется дальше. Все это деревянное, проще она побежала. Ну-ка, бегом догони ее. Узнаю, что она была. Бегом. Возьми, что она там принесла или что. У меня сон пропал. Сона нету. Я встану на молитву, шторку открою и смотрю. А люди ходят, всякие пакости делают. Конечно. А она разобрана, вот когда лучинку. Если трава не горят, то лучинка. Почему? Кислород со всех сторон. А это еще мельче. Это лучинки самого мелкого такого покроя. Вот такие вот. А они вспыхнут мгновенно сразу. И над ними поставили машину. Над ними машина стоит. Посмотри, кто как смотрит. Какие глаза. На всех посмотри. Кто способен понять? Кто способен переживать? Если он ничего не понимает, значит, он будет гореть. Бить он никому не нужен. А Роман здесь, где нужен. Поставил? Рядом нет. Не предупредили. То есть, вариантов никакого не проиграли. А мы договорились вставать в 4.40. Я на кровать смотрю. Я подхожу к шторке и молюсь. А в 4.40 я уже встаю поздно. Думаю, мне еще ложиться, надо монтажной закончить. Мне каждый день утром надо хотя бы часа полтора. Когда я все приму. Известие. А потом перекопирую. Мой мир. Перезагрузка. Ответы. Она за телефоном пошла. Не понял. Телефон забыла. Игрушечный такой. А где он был, телефон? Дома. У нее. Она зачем к нам приходила? Играть? Я думаю, она послала с чем-то супругом. Она такая жертвенная. Смородина дает. И нашла телефон, нет? Нет. Да она домой пошла, телефон забрала. Я ничего не понял. Игрушка, телефон. Какое отношение мы имеем к нему? Пришла с нами поиграть. Поиграть пришла? А игрушку забыла дома. На рабочий день, скажи. Телефон, игрушка, поиграть. Тебе играть, скажи, не надо. Уже жизнь проиграли. Работать надо. А потом смотреть и научаться. Вчерашний фильм вы можете все неделю рассуждать. Каждая надпись, это жизнь. Ну а 4-40. Прилег и сразу уснул. Никита, поклон. Он звонит мне каждый день. 4-40. Первая молитва, обнетите. А он брак, например, все сигналы должен дать. Телефон. Я услышал. И дальше мы начинаем здесь. Все подготовили. Я взял два таких накомарника, сшитые специально. И один сетка, которая к пчелам ходит. Дальше вы видели, как нагрузили. Доехали благополучно, разгрузились. Ну, кто-то один берет, проволоку шпыряют. Она в камышах, его больше не найти, ничего нет. То есть безразличие к работе. У нас есть такие люди. Я уж не буду говорить, кто. Что бы ни делал. Ломик бросил. Шесть минут уже травой зататал. А где ломика? Я не знаю. Он под ногами лежит. Это все до четырех лет упустили. У этого боя, его матери не было, его убили. И поэтому он за этой ломки вот так вот. Поэтому шерсть в этом направлении растет, чтобы стекать в воде было. Все объяснил. Вот здесь так течет. А здесь вот так волос идет. И мы даже это не знаем. Когда мы приехали туда, а на неделе-то ездили, Игорь меня подводил кирпичные стены рушить. А там висят, вывалились на перекрытия бетонные. Железобетонные. Плиты висят раздробленные. Ну это разбой, страна, грабеж. Это не Америка. Это стиль людей. То есть эта земля должна принадлежать другим. Когда уходил Гитлер, сжигал все. Советские уходили перед ним, сжигали, все уничтожали. Ну и перед Наполеоном так же была. Москва спаленная пожаром. Французам отдана. И здесь точно так же. Все уничтожено. И вдруг я здесь жил, здесь была какая-то охрана. И оказывается подземное сооружение. Толщина стен 60 см бетона. И траншеи эти идут. Там ни брежья никого не достанешь. И гляжу вниз. Там высота выше, чем бетонные столбы. Никто не видел их. Это все вскрылось сейчас. И мы нашли, который и будь. Естественный камень. О котором я даже не думал. Это дар Божий. Игорь привел меня. Я испугался. И говорю, здесь нельзя работать. Нельзя упадет. Но мы же брали не по... На разный ответ. Вчера брали нет. Я вчера на дороге играл. Вчера на дороге играл, все не задавит тебя. Бог терпел один день. Хватит тебя. И здесь мы ковыряем начальник. Камень. Вот. И пять машин привезли. Но машина не полная. Она очень тяжелая. Но это нам намного хватит. Почти больше, чем половины. Сегодня уже переговорил с начальником. У которого бульдозер из Барнаула. Привозят за каждый километр 6,5 рублей. Должен заплатить туда и обратно. То есть они из Барнаула едут. Тебя 13 рублей должен за каждый километр. Умножить на 150 километров. Еще не работал. Только что привезли трактор. Понимаете, как я должен молиться. 195 километров. А будет. У меня даже в хорошеньке нет сомнений. Все будет. И все будет как надо. И увезли туда. И сейчас, как свободное время будет. Только здесь можно закончить. Нет, это еще можно. Пойти сегодня начать смолить. Если приедут, у нас смоленного ничего нет. Я вам все говорю. Он понимает, думаешь. Ты расскажи, о чем я говорил. Потом я говорил не возвышенное что-то, а обыденное. О чем я рассказывал? Посмотри на глаза, на него, на все. И эти останутся люди. Они будут командовать. Неужели евреи так говорят? Евреи день и ночью. Они ему говорят, какой-то, кто у него есть там, по-своему его назвать Исахат, тебе руководить миром. Ты не должен летом бегать. Бабушке съездил полдня, а потом после дня ты должен то делать. Там музыкой заниматься. Иностранный язык. Политэкономию должен знать. И он по перышку собирает, как небес. И к осени будет подушка. А он до осени подушку еще не одну будет. И перемощит или взорвет. Мы разные. И не роптать надо, не завидовать, а учиться. Лежит русский человек на остановке. Из-под него лужа течет. Прямо на остановке в городе. У нас еврейка. Человека видели? Да. А вы кто думаете, он панаций? Евреи или русские? Я говорю, русские. Еврей ни один лежать не был. За 2000-летний один еврей не был неграмотным. А у нас рикбез, репедация безграмотности. Мы читать не умели. У меня отец, а мы читать не умели. И бабушка считать не умела. Я развяжу, она что-то считает? Бабушка моя. Я подошел, она на буквы считает. Один, два, три. На буквы. Один, два, три. Сколько букв? Моя родная бабушка. Воображение сегодня началось. И я теперь воображаю, как буду делать. И в это время, когда переход сделаем. А в это время камни мы их сваливаем рядом. И надо будет утоптать бульдозер. В это время я должен поднять всю деревню буквально, чтобы камни подтаскивали, упадали, как мостовую. Теперь надо об этом еще думать. А им никому нужды не было. Ни одного, кроме Романа. Роман и первое место вышел. Вот и все. Остальные там занимаются, работают. Игорь продает сегодня там пшеницу за бесценок. Овес. Камазы пришли, из Барнаула берут. Нигде в таком пренебрежении не находится труженик сельского хозяйства. Ему государство платит. Допустим, кирпич хлеба стоит 10 рублей. А по государству это в цене 10 рублей. И поэтому государство иногда 70 процентов платит. Кто создает это? Платит. Потому что по себестоимости он даже горючий не возвратит. И государство берет на себя расходы. Национальная независимость. Я был в Жаннадельском монастыре. Я им верю. И мне говорят, у вас в России, говорит, не так. А мы привыкли жить по-американски. А как? Ну, вот у нас работает. Они, говорит, спросили по телефону. А у вас когда обед? Мы говорим с часа до двух. Хорошо. В это время мы придем. Чтобы остальные на глазах не мельтешить и помешать. Кто-то отдыхает. Так. К человеку как? Да. Теперь начальство там где будет? Там-то метрополит. Ну, поговорили. Сколько у вас? Да у нас немного земли. 250 гектаров, как у Игоря. Сколько вы собирали? Ну, 47 гектаров. 47. У нас... Во сне не видели 47? 47 центровых гектаров. Так. Сколько у вас на бумагу подсчитали? 250 гектаров умножайте на 47. Ага, подсчитали. 250, 47. И все так вот. Понятно сколько. Так. Умножьте на 3. А что это означает? Это означает, 3 года вы не будете сеять. А теперь каждая килограмм в шенисе стоит столько. То умножайте. Ну, умножим все полтора миллиона. Полтора миллиона долларов, да. В банке вам перечислить. А за что? Не за что. Потому что вы 3 года бы садили, вам такой урожай был бы. На земле должны отдыхать. А вы ее каждый год насилуете. Пусть она отдохнет. А деньги, сколько бы вы выработали, вам перечислять банк. Даже дураками нельзя назвать. Да кто ж так делает? Отдыхает. Земля. Платит. Да мы во сне этого не видели. У нас землю выжимают все, как китайцы. Он все выжмет. Через 3 года земля полностью выжженная, как песок. Ничего у него нету. Он разные добавки делает. Отравы, а лыски хватает, живет и помирает. 40 лет. Я сегодня это все ночью воображал, смотрел. Слез не хватит. Витя приехал на мотоцикле. А мы с Романом туда-сюда ездим. Они в это время на трое там забирают. Камень забирают. Я даже в лучших рассуждениях не думал, что естественный камень я сумею достать. Никак. И вдруг мы повезли. Это Бог дал. Вчера сказала Лена. Такая погода, аномальная. 40 градусов мороз. Тепла. Не будем ждать. Ну как так. До 12 и все сделаем. До 12. Ровно 12 мы закончили. И тучки Бог нагнал. И ветер. А пока едем. Алексей. Кто-то идет. Это Алексей. Кто-то идет. Что-то нести хочет. Так. Выгибли. Приброси сюда. Снимаем обедать. Племянник. Нам Бог дает это. Не по делам нашим. Батюшка принес. А тот кого? Батюшка. А батюшка принес Вану. Ваня. Иди сюда. Считай. Тебя из дома. Иди сидеть. Дома счастлив. Твоя мама тебе плохого не напишет. Понимаете как? И вот мы все сделали. А едем туда. Отовры. Машина. Бух. Канава. Дальше. Я один только посмотрел. Взял лопату и говорю. Я ушел от вас. И пошел в эти канавы где едет заливать. И зарыл. В трех местах. И теперь машина пошла в ровно почти. А жар печет. Я залез там в гор такой. Руки поднял. Само больше потеет подмышками. Все это продувает. И восемь. В одной веточке растет. Там плен или кто. Я веревочки их связал. Они все вместе. Получилась тень. Я в тень скрылся. Она глубокая траншея. Я сверху полынию накрылся. У меня опоутов море. Море. Просто шапкой греби. И я создал тень. И спятался опоутов. Он приехал. Дорога сделана. И я целый. То есть. Ты все время можешь соображать. Видеть. Я первый раз в жизни так связывал их. Чтобы создалась тень. Потому что полос там еще нет. Что там у нас? Алексей. Алексей Владимирович нам колбы подарил. Ну. Это его. Его или он откуда? Это колба. Это его. Он нас угощает. Он на своих колбах. Вон он лежит. Ну что мне отнести? Он сказал и принес. И все. Нам надо. Оставил и все. Спасибо Господи. Кружки отправляем все время на холодильник. И прихожу на холодильник и нет. Не трогайте. Там вверх вышли. Садимся за стол. Там в классе. Копилку. 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 Карпилку. Я говорю им от sonstи скамеек. Он стоит. Он не знает что такое. Отожди скамейку. Всё. Что тут подолгнуть и то. Садись. А там суто нежел Медикант не падает. Спасибо.